я очень люблю снимать апдейты вчера я только выпустила свой влог про то как мы хотели поехать на гавайи но не поехали и пока я его монтировала я постоянно ребятам говорила блин у нас такие счастливые лица мы мы так были рады что мы едем так жаль что все не получилось что день в день решать такие дальние поездки конечно тяжело не будем скрывать что я делаю прямо сейчас все бронирую на гавайи так что поездки дай бог быть на днях в своем телеграм-канале если вы до сих пор не подписаны то пожалуйста подписывайтесь ссылка qr-код все перед вами я думала и рассуждала о том что с последнего моего видео формата вопрос ответ прошло уже полгода и может быть это время для очередного какого-нибудь разговорного видео где я отвечу на некоторые вопросы что-то расскажу повспоминаю отношениях свидания в нью-йорке в конце концов если кто-то не знал забыл упустил когда я переехал в нью-йорк у меня вообще не было английского языка то есть я едва могла связать два слова и кажется это был последний вариант для меня выучить язык уже непосредственно погрузившись в среду уже выбора нет уже просто приходится говорить мне было всего два варианта как учить английский это флайн групповые школы которые мне были по карману но я практически никогда не могла втиснуть это в расписание либо ходить к репетитору который был мне не по карману поэтому как вышло так вышло но я рада сообщить что в отличие от меня у вас есть отличная возможность потянуть язык или выучить английский язык с нуля находясь при этом где угодно будь это дом офис ресторан и на темы интересный вам школе skyeng в крупнейшей онлайн школе английского языка она гораздо более адаптивная потому что вы будете заниматься с преподавателем один на один по материалам которые были подобраны индивидуально под вас под ваши интересы и цели обучения а конкретные темы вы можете подбирать лично в своем кабинете помимо этого у skyeng есть более 100 разных курсов по разным запросам и профессиям изучение английского языка на темы которые интересны вам намного более продуктивно это значит что вы можете применить эти знания сразу же на практике результат плюс один уровень английского языка за три месяца эту гарантию skyeng закрепили в договоре еще они подготовили комикс который честно говоря мне немного напоминает мою жизнь в нью-йорке там героиня переезжает в лондон знакомиться с новыми коллегами заигрывает флиртует ходит на свидание знакомиться рассказывать о себе в комиксе собрано все что необходимо сейчас для современного общения самые популярные слова разговорные фразы слэн комикс будет полезен и тем кто только начинает изучать язык и тем кто его уже знает потому что вы сможете пополнить свой словарный запас самая juicy лексика уже ждет вас по ссылке в описании или по qr-коду на экране а если вы хотите перейти к более решительным действием ходить на свидание не стесаться говорить на английском языке пройдите бесплатную консультацию по моей ссылке или qr-коду на экране за вами зафиксируйте максимальная выгода до 40 процентов и супер бонусы скачивайте бесплатный комикс записывайтесь на бесплатную консультацию и будьте просто бассейн в любой компании что-то видно думаешь видно вот такое у нас утра время на секундочку три часа дня это мадам у нас вот так спит значит что мы делаем все всегда здесь вот такая штучка темы и сегодня уже будем два раза это было бесполезно вот есть такая штучка с водой мы вот так вот брызгаем ей на лицо если это не работает что мы делаем иногда луи не позволяет нам ее будить мы берем ну вот как сейчас прям берем одеяло открываем берем ножки этой девочки и просто начинаем начинаем ее тянуть потому что по-другому защитник мой сладкий защитник она надрессировала своему ребенку чтобы ее никто не путил а теперь посмотрите сразу после завтрака мы случайным образом нашли вот такой вот винтажный магазин не магазин где просто секонд хэл где ты ищешь супер выгодные дешевые покупки крутой винтажный магазин с одежды которые уже сложно найти мне очень нравится все что связано с кимоно быть на воле я вносила кимоно изо дня в день очень понравился вот такой комплект который мне ассоциируется я не знаю с какой-нибудь женой президента и я хочу этот бирочный комплект померить его надо будет сдать кимчистку потому что ткани пожелтели но эта девочка красиво выглядит и это первое то что я согласилась здесь мы в нашей час эре я бы хотела работать в это время такое да сейчас наденешь в старт Настю кожу рекламировала в моду возвращаются вот эти мне очень это нравится хочешь померить? хочу я тоже хочу рубашки такие бачи ужас а я хотела рассказать то что я снимаю все сейчас на камеру тимура потому что свою камеру я забыла в винтажке вот сейчас время просто двенадцать двенадцать часов ночи и мы выезжаем есть десерты бар называется десерт бар блин нам надо торопиться он работает до часа ночи и то подают только десерты весна одиннадцать вечера суббота нью-йорк люди тусят на вечеринках в коройках барах в клубах максимально ярко наряжаются мы приехали в десерт бар в итоге было так много людей мы решили взять ту гоу но сейчас это 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 вы уже оплатили поэтому мы не можем вам дать стол громкая музыка тесные столы общение это реально бар где подают мороженое десерты чай и кофе сейчас оценим здесь мы смотрим стендапчик мороженое 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 десерты и мороженое ну кайф да за окном дождь и мы в машине стола для нас не нашлось мы у нас даже более романтичный под ютубчик но после такой ядерной дозы сахара ни я ни жузя в этом лобби не смогли уснуть и мне показалось гениальным в это утро под кофе завершить все бронирования на говаре боже ребят мы пропустили просто такой рассвет а я не пропустила я наблюдала сколько сильно ты бодра собраться поехать куда-то позавтракать а потом приехать домой на три часика поспать на самом деле очень бодра мне нравится твоя идея можно сделать все дела предлагаю прямо сейчас попить кофе и покурить бля я не буду из-за камеры снимать от этого фетишиста выхожу на связь Я была на Гавайи два раза. В последний раз мы были на Гавайи вместе с Жузей. И я клянусь, это моя лучшая поездка куда-либо за всю мою жизнь. Это мое лучшее путешествие в плане ярких эмоций, открытий. Вроде что-то новое, потому что элементарно я плавала там с акулами. К этому сейчас вернемся. Я прыгала там с парашютом. Я встала первый раз в жизни на серфинг. Я там многое что для себя, многое открыла, подумала. В общем, было потрясающе. Я спала на эту поездку с любовью, поэтому так сильно рвусь обратно. Но у нас была поездка к акулам. И в этой поездке, я клянусь, я думаю, я сдохну. И дело не в акулах. Дело в гребаной лодке, на которой надо плыть. Очень глубоко в океан, чтобы доплыть до акул, которые на этой глубине водятся, которых там много. Типа ты подплываешь на лодке, заглушается мотор. И за две минуты вокруг нашей лодки, как в кино, кружило штук 20-30 акул. У меня морская болезнь. Меня укачивает и жузел. Нас двоих укачивает в машине. Мы не можем вообще в любом транспорте смотреть в телефон. Нам всегда надо в окно смотреть, глубоко дышать. Иначе мы начинаем зеленеть и хотим вливать. И мы так мучаемся всю жизнь. Так вот на этой лодке нас перекачало так, что мы реально там чуть всех не обливали. Вокруг нас постоянно бегали люди, предлагали воды, жвачки, еще что-то. И тут, понимаете, в этом состоянии, когда нам максимально херово, нам говорят, ну все, время прыгать к акулам. Мне было так плохо. Я прям стою крышу, сейчас я обливану. Плохо. Ладно, похер. Мне так плохо, что мне реально уже лучше к акулам. Я прыгаю к этим акулам. Мне реально легчает. Лежусь, я там в этой лодке сидит, такие так херовые. Я говорю, жужусь, иди сюда к акулам. Тут лучше. Вот это все плавание длится два часа. Но волны плещутся, и ты как бы не в гладкой воде такой, плаваешь, нет. Ты вот так вот. Важная поправочка. Из-за этих волн, из-за того, что мы были очень заняты тем, чтобы сдержать все внутри себя. Я не заметила очень главную вещь. Все ныряют с масками смотреть на акулу. Все. Вокруг меня человек 15. А я настолько занята тем, чтобы не блевануть. Плаваю, все такое. Холодная вода. О, как хорошо. Ну, я уже 10-15 минут в воде плаваю. Я в воду прыгала с лодки. В момент прыжка, который был 15 минут назад, я вообще не заметила, что мой купальник. А он у меня был вот такой вот. Время прыжка он разъехался, и обе чашки у меня были под подмышками. Девчонки были в полной свободе. Наблюдали вообще все. Я думаю, эти люди думали, что мы какие-то ненормальные. Потому что, во-первых, сначала мы приехали. Сначала мы приехали на всю эту херню раньше всех. Начало было в 5 утра. Мы приехали где-то в 3.30, в 4 еще до рассвета. И, блин, времени до хренища. Сейчас позавтракаем. Такой красивый был рассвет. Мы сели, позавтракали. Смотрю на время, понимаю, что мы вообще-то уже опаздываем. Самое главное, когда мы туда приехали, мы даже не знали, какой именно пирс нам нужен. В итоге вся эта группа нас ждала где-то полчаса. Ну, 10 минут от силы. Эта женщина сразу уже нас возненавидела. Мы еще приехали на красном Porsche Cabriolet с громкой музыкой. Две опоздуньи. Сексуально одеты. Чтобы показать всем сиськи. Из кофе. Из кофе. Стаканчиками кофе в руках. Мы подходим к этой лодке и спрашиваем ее. Все, мы вот готовы. Можно, да, нам заходить в группе? Она вроде нам говорит, да-да-да, мы заходим в лодку. Садимся на наши места. Она смотрит на нас вот так вот. На наши стаканчики кофе и говорит, вы что? Вот с этим всем поедете? Такие, да, в чем проблема? Она говорит, нет. Мы сейчас поплывем в открытый океан. Никаких стаканчиков кофе. Оставьте это здесь. Конечно, да-да, слушаемся. Я выхожу с лодки. Там пустой пирс. Пустота. Нет, ничего. Бля-бля, что делать с этими стаканами? Кладу их на пол. Типа, ну, мы обратно приплывем и заберем. Потому что, ну, реально некуда больше. Я поворачиваюсь. Эта строгая женщина смотрит на нас просто взглядом. Полный взгляд презрения. И тут она меня спрашивает. Она даже меня не спрашивала. Она такая, where you from? Типа, откуда вы такие тупые? А я такая наивная. Думала, что реально в этот момент стало интересно, откуда мы. Я думаю, о, наверное, она стала nice и хочет реально пообщаться и сглазить углы. Я такая говорю, I'm from Russia. And she's from Kazakhstan. А потом я поняла, что это было. Это был не вопрос. Точнее, не я поняла, мне Жузя объяснила. Вот, ну, в итоге все водки были более-менее на нашей стороне. Потому что они поняли, что пришли милые девочки, которые, ну, такие вот просто. Особенно после того, как я поплавала в океане. Какая любовалась акулами. Кто-то мог любоваться не акулами, так скажем. Нам было так плохо. Мы отходили от этого несколько дней. Мы постоянно говорили, помнишь, как было плохо в этой лодке? И знаете, что я делаю прямо сейчас? Время? 7 утра. 6 утра. Мы купили билеты на самолет. Забронировали две виллы. И прямо сейчас бронируем этот тур. Дайвинг, плавание с акулами без клеток в открытом океане. Класс. Что еще могу сказать? Я пережила то. Думаю, что я никогда больше этого не сделаю. Вот опять мы здесь. Это наш гавайский ритуал. Да, реально. Короче, если вы будете на Гавайи, первым делом плавайте с акулами. Мне кажется, после этого вам ничего не будет страшно. Так что вот. Такое доброе утро. Всем спасибо. Смотри, когда Алиса. Давай покажем. С того момента видео прошел примерно час. И вот уже мы, принарядившиеся. Жужжи сейчас покажу, вы все офигеете. Какая дама на сишот. Мы приехали уже на завтрак. Сегодня последний день марта. В Нью-Йорке празднуется Истер. Что у нас Пасха. Вот. Мы приехали на завтрак. Потом погуляем. Сходим на шопинг. Такое у нас воскресное утро. Несмотря на то, что мы совсем не спали. Ах, пахнет лесной. Мы пришли завтракать в Адрес. Это кофемания, по-моему, в Москве. Короче, тут подают сырники. Все, что мы любим. И это все дело находится рядом с моим одним из самых любимых парков. Бренд парк. Если я это вставлю, наши беседы. Давай. У Жузи есть ко мне предъявы. Последнее время выглядим как бомжи. Это видео типом ставится. Да, где мы бомжи. В каком серьезе мы так выглядим. Мы так ездим. Ночью покушать на заправку. Жузи такая говорит, так, что это такое? Мы жрем на заправках. Не наряжаемся. И на самом деле у нас еще был такой момент депрессивный, что у нас ни у кого нет денег. И мы их максимально сильно экономили. И поэтому сегодня утром мы потратили лям рублей за одно утро. Да, мы купили все на Гавайи. А, ну вот, собственно, поэтому мы и принарядились. И пошли праздновать. Точно, мы пришли праздновать, вот. Так что, Саня, зря. Ничего страшного. Вот пару недель на заправках попитались. Вот и на Гавайи заработали. Защита к заплоткам. Там очень вкусно. Там просто нереально вкусно. Это не то, что... Точно. Будете в Америке, или есть, вы уже есть в Америке, найдите заправку, называется ВАВА. ВАВА. Там супервкусные напитки. У них свой кофе. То есть кофемашина и все такое. И они сами готовят. И там невероятно вкусно. Я эту заправку для себя еще давно открыла. Я же о день ей говорила. И тут она такая вкусила, значит. И потом постоянно едет с работы, звонит мне и говорит, слушай, давай сегодня ужин не будем готовить. Я сейчас ВАВА что-то куплю. И вот так вот как-то у нас это повелось на пару недель. Но, опять же, это она только так говорит, что она не будет готовить. Она готовит как сумасшедшая. У нас дома просто еды вот так навалом. Мы толстеем активно. Все, Жусь, переставай готовить. Переставай. Я из-за тебя толстая. Ладно, Рамадан кончается. Ты перестаешь готовить, и мы худеем. В прошлом Second Street я оставила уже 720 долларов. Мы приехали во второй. Жузя вырубается. Она сидела у примерочной стульчика. Просто вырубалась. Я ей дала квест-задание, чтобы она как минимум две счету купила. Минимум пять померила. Иначе она сидит, ничего не делает. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Несу самый вкусный кофе в мире. Самым красивым в мире манекеном. Я была уверена, что ты будешь спать. Я в машине убирала. Что-то капусту пока соберешься. О, нифига ты все собрала. А я думала, сейчас сниму какого настроясь в машине. Вот, чтобы вы понимали, не было пакетов, не было ничего. Было вот это вот все. Полное месиво, короче, сзади. Кофе делали долго. Ты что себе прикралась? Тут такая девочка. Ждала меня. А что так? Я по нас умею. Будешь заехать в дизайнерский? Нет. Я могу тебя подождать. Нет, я тебе хочу показать. Я-то там была. А что с камерой? Какой камерой? А, завтра поеду. Ой. Вот так вот я смотрю. Я придумала рубрику. Топ и флоф. Я вернулась с шопинга. Хочу показать свои находки Тимуру. И чтобы он оценил. Это он открыл мне мир винтажа. Я всегда обо всем светусь Стивом. Потому что мне правда важно. Мне нравится, что... Вот, поэтому сейчас будет это. Разбор полетов моих покупок. О, кстати, это был первый мой заход. Мы заходим в первый Second Street. И я вижу трехлетней давности всю коллекцию Болинсиаги. Они выставляют просто за какие-то копейки. Там так много, что если тебе что-то нравится, поедем прямо сейчас. Хрена, а сейчас что за у них за акция? Да вот я уж не знаю. Вот такая вот. Я же обожаю Лос-Анджелесу. Я почти туда переехала. Просто свитшот. Нет, цвет не очень, но мне кажется, что можно будет его с чем-то стилизовать классно. Я думала, думала, а потом подумала. Ну-ка, как там ткани проверяют? Ну, вроде нормально выгляжу. Ну, тебе, мне кажется, к лицу будет. У меня ценник. Сколько? Сто восемьдесят. Я ее купила за сто восемьдесят. А сколько она стоила? Шестьдесят? Да, шестьдесят. Шестьдесят пятьдесят. Извините, но кто купит это за шестьдесят? Шестьдесят, да. Двести баксов на это, это пипец как дорого. Для него красная цена. Сколько баксов? Естественно, за новую. Такая футболка. Мне это очень нравится. Нравится? Очень классно. Такая футболочка. Ну, дик. Ценник сколько? Тоже двести баксов. Они все, все по цене. Но она такая странная, немножко, знаешь, боха. Вот она вот среди этого всего висела. Я вам понравился цвет. Я же люблю все вот это вот. За рукава твоей любимой, да. Я с этой юбкой даже мерила, и мне показалось нормальным. Девятнадцать. Ставка опять с собаками гуляет. Вообще такая классная. Ты не любишь такой материал, я обожаю. Просто обожаю. Она не мнется, она вот стоит. Мне так нравится. Всего двенадцать долларов. И, кстати, по-моему, она вообще новая. Беру вот такой свитер. Свитер? Ну, ты советуешься, свитер или свитер? Да. Ужас. Такой вот свитер толстовка. Думала тоже с собаками гулять. А он вообще абсолютно новый, из магазина перекупленный. И он классный. Она говорит, что с собаками гулять? Одна из самых небрендовых дорогих моих покупок. Ну, она, ты сказала, висела в ряду. Но она, да. Потому что бренд, я его не знаю, например. Но он классный, мне нравится. И еще самое прикольное, это то, что, во-первых, это все принадлежало какому-то Давиду. И он сам ее обрезал. Это была куртка, которая вот так вот обрезана. Неровно, конечно, но мы потом подправили. Мне очень нравится. Очень. Мне нравится только, что она вот обрезана прям неаккуратно. И вот тут торчат карманы. Ну, я бы могла сказать, что здесь живут две швии, но это минимум одна есть. Так что, жусь это сделать. Потом покажем, как. Но цена, сейчас скажу, удивила бы. 200, да, 200 баксов. Да, 200 баксов. Ты думал, что она стоит 20 баксов, а жусь подумала, ну, 100, 150. Вот такой бренд, я не знаю, мы не знаем. Мы потом, конечно, загугли, но вот сейчас показываю. А, а что, флоп или топ? Топ, топ, это флоп. Все топ? Пока все нравится. Ну, это флоп, это флоп 100%. Это флоп, хорошо. Один флоп есть. А по поводу болинсиаги? Ну, у меня под темнением вот эта розовая штука. Но мне кажется, ее просто будет на феррор так классно носить. Ну, да, я ее вот, да. Я ее для говаринга не знаю. А знаешь что, мы сегодня все платье забронировали, все. И это за рукавок. Не отвертишься. Вот такое вот платье. Дамское, дамское. Прямо, ему не нравится флоп. Ну, подожди, ну, может, я пока не понимаю, когда будем здесь сидеть. Может, наденешься, я подумаю, пипец, очень красиво. Ну, хорошо, как-нибудь надену. Сейчас, конечно, я этого делать не буду. Эми Пэрис. Да. Ну, я не удержалась. Такая летняя милая футболочка. Я ее взяла только потому, что она стоила всего 69 долларов. Я такая, ну, берем. Гуляем. Я думала, прокатит. Флоп. Я просто уже устала, во-первых, от ноги. Да, на самом деле я тоже. Я ненавижу этот цвет. Да. Но это вообще не перемиряйте себе этот вкус мой. Это можно носить сидеть на крортов тоже. Да, я так и буду делать. Однажды он уже сказал флоп, а потом сказал, знаешь, оказывается, это топ. Про мои коричневые джинсы. Было, было. Думаю на ней, иногда смотрится так, что я думаю, типа, нет, вот эта вещь классная. Потому что когда она показывает вот так, типа, не может. А потом, типа, стилизуешь деталями. Ну, просто я без сомнения знаю, что я ненавижу этот цвет. И, ну, короче, я знаю, как это сможет. Ну, да, немножко от этого я тоже устала, но я реально появилась на сцену. Я такая... Нужно думать, я посмотрю, сколько раз ты поносишь ее. Хорошо, мы смотрим. Ну, теперь придется носить, друзья мои. Дальше. Я, ну, это second second. Ну, блин, такой бренд классный. Ну, она симпатичная. Ну, дай в подволок хорошо смотрится. А еще понюхай. Почему? Понюхали футболку из винтажки. Они стираются вылиток. Да, она очень вкусный пахнет. Стоило она, угадай сколько? Да я уже видел, там три цифры было. Да. 129. Это second second. Чжого плеча. Столько, блин, платить за чужого плеча. Это на самом деле дороговато. А вот что? А сколько такие оригинальные футболки стоят? Это оригинально, а просто секонд. 250, мне кажется, примерно. Это что, я сейчас 100 баксов... Что? 100 баксов? Сэкономила, чтобы до меня в ней потело. Класс. Ну да, получается. О, да, пулечки. Прикол, у меня носки разного цвета. Вот такие тапки. Прикольные. Таненькие, но классные. Ну, они уродливые, поэтому они мне понравились. И они недостаточно уродливые. Чтобы быть уродливым. Да. Блин, там не видно. Ну ты покажи так уже, в руках. Да такие дюймовочки. Девочки, крустальные, тупельки. Больше 33 доллара. Супер. Ну такие. Флоп или топ? Что именно? Тап или топ? Ага. Ого. Сегодня вообще не думал, да, когда мы попали. Блин, смотри, какие вообще цифрушки классные. Это приятно. По ценам, что-то прикольное, да. Мне понравилось это. Мне понравилось это. Мне понравилось это. Я предоставил это, что-то бренды. Если абстрагироваться, то мне нравится. Вот эти прикольные эти. Да, прикольные. И то, что она такая оверсайз. Скоро, может быть, прием будет новая волна окулярности. Я думаю, да. Круто. Вот взяла я ее всего... Не, не всего. Ну, 100 баксов. 99. Я купила такую юбку. О, юбка мне уже нравится. Прикинь, так с рубахой какой-нибудь или блузочкой. Классно. Чупок-чупок. Вот такая. Вот видно, что это действительно старая вещь, сохраненная для наших необычных. Да, прикольная. Вот чувствуется, да. Мне кажется, поэтому она такая, как трубка. Короче, в тренд вернулись вот такая вот обувь давно уже год. Я это все обожаю. Мне так это нравится. Очень редко можно встретить красивую танкетку. Обычно здесь вот эти вот веревочки уродные. Или вот этот под паркет рисунок. А тут все. Очень красиво. Очень, очень нравится. Ну, нью. Очень нравится, да. Прикинь, а ты посмотри, они новые. Их не носили. Офигеть. Посмотрите, девушка, которая имела их до меня, она их просто не носила. Мне надо найти, что это была за коллекция. Очень опытно узнать. 109 долларов. И мне очень нравится. Набас. Прикольные охи. И очень хочется вам показать. Да. Такие вот у меня классные босоножки. А, кстати, за весь день сколько вот я всего купила? Жузи купила только эту сумку. В которой я свои вещи не знала сегодня. Что это? А, это еще непонятно у какого-то бренда японского. Там же есть какие-то вот японские бренды. Даже с юбкой. Классно. Очень прикольно. Знаешь, когда не хочется заморачиваться с указанным образом, вот сразу сложная вещь. Ну что, в целом, как вам еще? Молодец, хороший. Некоторые позиции под вопросами, но возможно их можно будет сдать. Не, сдать нельзя. По-моему, кстати, можно. Не, сдать нельзя. Ну, если ты говорил уже какие-то вопросы. Ну да. Ну, уже видишь, забыл. Но ты делаешь прогресс. Мам-мам-мам-мам. Да. Молодец. Это твой стакан. Спасибо. Это мой. Так, тебя видно? Тебя видно, да. Короче, у нас вообще формат сейчас будет Get Ready for Me. Вообще случайно. Потому что мы оба сейчас занимаемся съемками. Да, мне нужен грим, знаете, такой профессиональный. Тимок такой, попросил у меня света. И я такая, подожди. Иди сюда. А потом мы пришли, и это как, почему нам это не снять? Потому что... Ой, можно же еще рекомендацию давать. Я же ни разу декоративную косметику не комментировала. Это Charlotte Tilbury. Сыворотка перед макияжем, которая продает сияние вашей кожи. Элемис для кожи вокруг глаз. А зачем вообще мазать кожу вокруг глаз? Типа, почему она особенная какая-то? Она самая тонкая, самая нежная. И у нас на ней первые мимические морщины будут появляться. Вообще-то у нас ужас такой пластик. Не, ну да, я это вижу. Я это вижу просто... Никто. Я покажу свои прыщи на камеру. Ой, прыщи. Да, прыщи в принципе тоже. Что ж я? Морщины. Морщины. Вот когда я улыбаюсь, у меня тут лучики. Мщины мимические. Ну ладно, они от улыбок, поэтому it's ok. И есть у меня одна. Я очень активно жестикулирую бровями. Вот она. Я ходила на аппарат... Далее. Да, я суждала, Саша. Вот, тот самый Wonder Glow. Я люблю так говорить. Это праймер. А, это праймер. Который я говорила, который... Кто-то покупает отдельно вот подобные сыворотки для сияния. И отдельно покупает праймер. А здесь два в одном. А, ваше лицо. А что я говорила? Я ходила к косметологу и поизвелись какие-то новейшие аппараты, которые... Тебя когда-то зрение проверяли, что ты лицо подносишь, какое-то штуки, там домик такой. Да, 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 было, было. Вот это один в один то же самое. Ты подносишь лицо, нельзя шевелиться. Только ты никуда не смотришь, И тебе вжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж если вы знаете что такое корейская косметика ирбурин сиси крем биби крем самый лучший но в это самый лучший сиси крем а чем отличается биби от сиси плотностью нет что так мало пока одну сторону вода растушевывает тебе помочь мне в тиктоке попался вот этот бренд еще очень давно шиглом и я у них заказывала бронзер и просто попробую смотри фломастер для брынишка к щёточка вот такая щёточка ребят только силе не дави попробуй на руке все-все-все я забрала просто так ты попробовал на руку понял еще попробуй пока ты на красивый не научишь рисовать сейчас попробую сейчас испортишь я тебе говорю так делать я понимаю молодец вот видишь я проверил сейчас хочешь рисовать вот так вот так понял понял вот очень легко от того что даете это сделать нормально блин у меня тут конечно очень сухая кожа это все это просто то не греется насоса сервис первая насоса сервис первая? насоса? да но все в моем лице уже а у меня так с утра до вечера я тебя конечно так наблювала что еще? что еще? самый лучший продукт с айсом сейчас как? луна месяц да эй смотри красиво тушу вообще такая приятная штука я ее обожаю пернись на меня ааа ты так бьешь еще себя хи 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 вот вот лоб я себе прям крашу а вот так типа? вот стоять со своей кистью покажу вот так типа? и вот тут вот лобик побольше побольше еще я люблю контролировать нос точечка тут точка тут точка тут я лишь наверх а дальше самое главное без чего весь этот трюк не может получиться это светлый консилер рэр бьюти самый суперский и ставлю вот такую точечку и вот видишь так блестит у меня нет добавляю вот у меня темные круги другим вообще вот еще мои лайфхаки приподнимать взгляд это светлые должны быть участки вот тут вот и улыбку приподнимать давай ты должен вверх тушевать или не идут наверх давайте блеск добавим пальчиком чуть-чуть набираю это у меня рэр бьюти вот такой вот хайлайтер я вот его только что купила ему уронила под бровкой тут над бровкой чем внутрь уголочка глаза вот тут вот прям добавь чуть-чуть не размазывай а не да сложно это уголок глаза вообще шик знаешь как называется цвет оргазм такой румянец должен быть после оргазма ну а я пока только мажу а хочешь добавить чуть-чуть этого нашумевшего диоровского масла цвета вишня да гулять то гулять давай что уж нам ось и как сочно боже вот пипец а подожди теперь все в конце зафинишировать то что мне было реально интересно да нет ты че шумуришься ааа шумурься я испугался господи почему такое лицо было че шумуришься я думаю так что ты не так совсем сделал мне давно пора обновить мне кажется я уже в кайф третий раз делаю смайкан просто да собралась ты ты дома будешь с чем-то я вообще сейчас его смою смайкан поспать ладу да да ой 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 кому хочется поцеловать честно скажите всем ребят ну оцениваем до вот тут будет до и после вот так ставишь твоя яйца а я по приколу там такое ставлю ну ладно ребят это шаг интересно что у меня был 10 ступенчатый угол это было прекрасное сотрудничество да 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 всем спасибо ой 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 как рада я возвращаюсь к своей камере и сейчас мы отправляемся на ужин а ты рассказывала что ее потеряла да не потеряла а оставила ну да оставила ну потеряла это будет чесночет я все кушать ой Субтитры подогнал «Симон»